Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение первой части урока Pornatrix Braid Workflow. Прежде чем экспортировать данные гиды изверху в 3ds Max, пожалуйста, сохраните сцену, так как она нам еще понадобится. Теперь выделяем все модификаторы, которые идут после Edit Guides и удаляем. Затем Вам нужно будет превратить данные гиды в сплайны, чтобы 3ds Max их понимал. Для этого в Ornatrix Maya есть модификатор Curves From Strands. Название каждого модификатора на панели пишется внизу или вылетающей подсказке при наведении курсора мыши на его иконку. Итак, назначаем данный модификатор и удаляем историю. Для этого выделяем самый верхний оператор, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Delete History. Таким образом, Вы получите готовые кривые, которые можно будет экспортировать в 3ds Max. Теперь, чтобы экспортировать данную сферу и кривые в 3ds Max, заходим в меню файл Send to 3ds Max и выбираем Add to Current Scene. Но перед этим, естественно, его нужно открыть. Таким образом, у Вас будет экспортирована та же самая сфера с гидами в viewport 3ds Max. Теперь давайте назначим любые модификаторы Ornatrix на данные кривые, чтобы получить объект волос и сравнить viewport Maya и 3ds Max. И именно сейчас Вы поймете, почему я предпочитаю viewport 2.0 в Maya. Перед тем, как назначать модификаторы на сплайны, обязательно делаем Reset XForm обоим объектом. Но для сплайнов сначала нужно применить Unlink Selection, чтобы отвязать эти сплайны от сферы, а затем уже Reset XForm. Теперь выбрав сплайны, Вы можете назначить Preset HairFromCourse, но тогда у Вас будет лишняя копия с ними. Или в панели модификаторов начать назначать все модификаторы вручную. Лично мне больше нравится второй метод. Так как не делается лишнее действие по удалению сплайнов. Ибо я редко ими пользуюсь для редактирования всех волос в 3ds Max. Как я и сказал, в последнее время я создаю все волосы в Maya, а затем уже экспортирую в 3ds Max для рендера, если это нужно заказчику. С помощью этого метода или другого, который покажу чуть-чуть позже. Его можно использовать, когда Вам нужны волосы просто для рендера, без дальнейших симуляций в 3ds Max. Итак, назначаем первый модификатор GuideFromShape, чтобы превратить эти сплайны в гиды. Включаем опцию Normalize Coordinates и 30 точек для данного примера будет достаточно. Затем назначаем модификатор Ground Strength, чтобы привязать волосы к нашей сфере. Далее модификатор EditGuides, если вдруг Вы захотите редактировать эти волосы. Затем модификатор HeadFromGuides, чтобы превратить гиды волосы. И Render Settings, чтобы настроить толщину волоска. После чего в HairFromGuides ставим 100% отображение волос во Viewport и что мы видим? Даже если Вы добавите Direct Light, который мы добавляли в Maya. Включите High Quality отображение, Вы увидите такой результат. Да, его можно немного улучшить, назначив стандартный материал с Ornatrix с пресетом. Но результат все равно не будет выглядеть лучше, чем в Maya Viewport 2.0. Причем в High Quality этот шейдер выглядит белым. И еще раз посмотрим, как выглядят волосы во Viewport. Причем в 3ds Max. Мне кажется, даже только ради этого стоит перейти на нее. Ведь это удобнее, чем по 100 раз делать Render в 3ds Max, чтобы увидеть, что у Вас получается на начальном этапе. Поэтому, первая причина перехода на Maya более навороченный в Viewport. Но это еще не все и вторая причина, по которой я перешел в Maya это более удобное расчесывание и редактирование волос. Итак, для этого примера давайте снова создадим стандартный пресет Ornatrix. Перейдем в Edit Guides. Выделим все гиды. Затем с Ctrl снимем выделение с нескольких и нажмем Delete. Далее удаляем все модификаторы, которые находятся выше Edit Guides. Так как в данный момент, в них нет необходимости. Так вот, у нас есть гиды и в данный момент они выглядят так же, как в 3ds Max. Но если зайти в опцию Guide Options. Вы увидите настройку Guide Width, с помощью которой можно менять визуальную толщину гидов. В итоге, во Viewport их будет лучше видно и можно контролировать пересечения. И так, все же удобнее работать с таким видом гидов, нежели с очень тонкими в 3ds Max. Например, если сейчас вернуться в него и сделать пересечения гидов... Вы вряд ли увидите его при такой толщине. Особенно, если их очень много. И к сожалению, в 3ds Max нет настройки их ширины и это не всегда удобно. Снова возвращаемся в Maya и радуемся этой настройке. Вот так они выглядят в 3ds Max, а вот так они могут выглядеть в ней. И теперь, если Вы будете расчесывать данный гид, Вы сможете контролировать его пересечения с другим. Таким образом, Вы будете создавать более качественные прически и иметь возможность контролировать все моменты в создании Вашего шедевра. И это еще одна причина перейти в Maya. Давайте теперь поговорим о расчесывании волос. В настройках кистей Вы обнаружите две очень классные опции. Первое, это оптимизация гида во время расчесывания. То есть, при каждом мазке он оптимизируется и как бы тянется за Вашим манипулятором. И это реально очень удобно. Нет, я серьезно. Вы просто попробуйте и все поймете. Если выключить эту опцию, Вы сможете более локально влиять на гид. Чтобы он был более плавным, увеличиваем количество точек GuideFromMesh. Или добавляем модификатор Detail. Лично мне удобнее добавлять его. А в нижних модификаторах оставлять более низкое количество для оптимизации симуляции. После Detail назначаем еще один Edit Guides и приступаем к расчесыванию. Как можете заметить, гид стал более плавным. Чтобы не было искажений гида, включаем вторую классную опцию Resample Strands. Вторая крутая возможность это сглаживание гидов. Например, второй гид у Вас выглядит таким образом и его нужно сгладить. Для этого выбираем Smoothing Brush. Силу кисти ставим на максимум и включаем опцию Optimize Trend Geometry. Теперь, если делать мазки в направлении этого гида, он будет сглаживаться. Если продолжать сглаживание, он будет постепенно опускаться. Давайте повторим данную операцию с другим гидом. Исказим его таким образом с выключенной интерполяцией. Теперь выбираем Smoothing и сглаживаем. Как видите, все достаточно просто. С тем же Optimize работают и остальные кисти и таким образом можно быстро опустить гид, если он пересекает другие. Например, я часто использую данный метод в том случае, если нижние гиды пересекают верхние. Причем в одном каком-то месте и не хочется использовать инструмент Normalize Trends, который выравнивает все гиды. То есть в Maya гораздо удобнее расчесывать гиды благодаря настройке их ширины и остальных опций, которые не доступны в официальной 5 версии. Да, они есть в 6 бете, но там все равно нет настройки ширины во вьюпорте. Третья причина перехода на Maya это очень крутой клампер. Да, опять же. Он есть в Ornatrix 6 Beta для 3ds Max. Но когда я переходил на Maya, его не было. Поэтому это тоже было причиной перехода на нее. Сейчас я покажу основные фичи этого модификатора, которые меня безумно впечатлили. О всех возможностях я конечно не буду сейчас рассказывать. Так как это займет много времени. А урок у нас не про клампер. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok